здравствуйте друзья у нас в студии гость сегодня в нашем skype-интервью гость ну представляйтесь так у нас по традиции меня зовут андрей я сейчас в чикаго а прибыл в чикаго из беларуси из минска давно прибыли феврале я поэтому этого года этого года я свеженький вот у нас как раз вчера был из чикаго паренек если вы видели я смотри вы можете с ним там задружиться на местности а тут хватает русскоязычных хорошо украины из польши тут очень много из польши да есть польские магазины целый литовцев много особенно их среди дальнобойщиков среди литовцев они русскоговорящие уже наверно многие нет второе поколение мне говорили что среди литовцев очень много таких кто нелегально вот остался уже много много лет живут там десятилетиями тут есть множество людей пожилых русскоязычных даже которые по-английски не говорят там как-то в магазинах ходят что убирать покупают но слышно они между собой как-то общаются когда мимо проходишь там иногда так смешно это слушать так вы где жили то в беларуси где минск минск так чем занимались а я android developer то есть вы не то что там лопатой там где-нибудь или там но лопатой конечно тоже могу но этого не хотелось не хотелось бы это можно android копать крепкий android нужно хорошо так значит приехали в феврале соответственно мы имеем март апрель май ну можно сказать 4 месяца так почти чем вы занимаетесь вы нашли работу по специальности за это время и еще тут целая история получился давай поиск это как раз тут не очень интересно а то есть тут получился момент об иммиграции стал задумываться достаточно давно очень давно 10 назад планомерно по чуть-чуть шел там менял потихоньку профессию уходил в мобильные разработку на зарубить что эти давайте мне подробнее вам вообще лет сколько 41 41 хорошо какая у вас была раньше профессия а я стал а ушел в программе где-то в 2002 году а тут уже до того я был занимался отчасти программинга но основном для станков чипу 3d моделинг то есть работал в авиаиндустрии так образовались как у меня два выше 1 я инженер механик 2 я инженер программист ага хорошо и вы делали вот такие там станки с чипу там какие-то до того снова немецкая и швейцарское оборудование было как бы не не хитрое дело инженеры как бы но и нюансы но просто это было инструментальный цех то есть мы производили различную снастку для штампов пресс-формы там есть очень масса нюансов своих так далее плюс не только плюс роднообразное фейдерное токарное электроизионное оборудование потом решили в 2002 году не востребовано не востребовано хорошо в 2002 то есть работа есть но платили не очень я два года вечера за деньги ну то есть востребованность есть но деньги очень небольшие в то время как раз это был 2000 год вот это вот после дефолта в россии вот это вот плюс авиаиндустрия в беларуси осталось как наследие советского союза и она потихоньку умирала а там производились ремонт он самолетов плюс этот ремонт производился как бы разные то есть по этой стезе я пошел дальше внедрить автоматизацию работу в компании которые различные софт поставляли для каткам систем поскольку я в этом хорошо разбирался и плюс адаптация и рп системы то есть я начинал больше на ремонт боингов там не перешли ни одна ремонт боингов нельзя перейти потому что это лицензии теоретически это возможно практике никто на это не пойдет и так значит вы в 2002 году стали каким программированием заниматься то есть я стал в основном на си плюс плюс была система на педемию при системы сам самописная такая в одной конторке работал и половину времени занимался и внедрением адаптации то есть работал наполовину как бизнес аналитик на местах собирал требования различные схемки рис и и да и дальше горитмы расписывал уже на сях писал как система должна реагировать на некоторые вещи то есть покатался по россии посмотрел на глубинку россии посмотрела всю без перспективность как-то в глубинка россии отличается от глубинки белорусской отличаются отличие есть во-первых скажем так поскольку глубинка в россии это что-то страшное местами совсем то есть полу отсутствие центральной власти то есть криминал с местной власти но если там городов 10000 да вот это так и меньше более круп они чуть-чуть лучше контролируется потому что больше людей просто а местные практически то есть решают глава местной власти плюс местный криминальный авторитет с мест и руководитель внутренних дел и так далее решает между собой свои вопросы и все то есть процентов 70 населения без работы сидит соответственно похоже на недавно был кинофильм дурак вот как там парень пытался слесарь и пытался там дом выселить который аварийный был вы не смотрели да ну там тоже так интересно взаимоотношения ветвей власти там да и в итоге процентов 70 населения без работы сидит потому что раньше были городообразующие предприятия какие-то а как же 70 процентов страны может без работы не 70 процентов страны 70 процентов населения маленьких городка хорошо основное население в крупных городках а живут они как а огороды у нее многих есть дачи многие работают на госслужбе пенсии то есть нормально когда в семье там из трех человек один не работает то есть ну потому что особо работы пытаются бизнесом заниматься и так далее то есть соответственно высокий уровень криминала это было в 2000 это до 2004 года я так ездил пока цены на нефть и не поднялись потому что пока цены на нефть сюда сесть нарушается пока пока не поднялись сильно цены на нефть connect ухудшился . там ручка выскочил раз 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 да вот сейчас хорошо ну вот так вот и потихоньку там проект сменился в этой же фирме где работал начали заниматься этим же делом только внутри беларуси объездил опять же всю беларусь посмотрел на то как работают особенно военные ремонтные предприятия как они выживают много чего интересного о грустном ну хорошо давайте все-таки программирует вы на чем все пласт вас до после этого я сменил где-то в 2005 я поменял компанию на другую очень удачно поменял буквально через пару месяцев через 34 я полетел в израиль на стажировку и внедрением колл-центров занимался этой компании и на сша перешел была частушка такая в наше надоело жить в рязани водку переглотая пыль сделай баня обрезание и поедем в израиль да или кстати вот мне не захотелось остаться хорошо так но там как бы там много русской жизни такой да за спиной постоянно слышу русскую речь когда пытаешься что-то спросить никто не понимает то есть но есть какой-то такой менталитет видимо о особенно у недавно понаехавших заметил интересную особенность что если со спины да если человек меньше где-то двух лет как эмигрировал его со спины видно что он из территории советского союза конечно одежда походка одежда другая а вот походка вот это вот какая-то вот ожидание ударов чего-то такого вот даже вот в сан-франциско мы когда приезжаем сейчас стало мало новеньких но вот когда было много новеньких и хорошо видно как дорогу переходит вот он опасливо смотрит туда и сюда это правда не идет перебегает с кошелками будет ходить вот он не на машине так вот пойдешь пошел в магазин с кошелкой набрал с кошелка вернулся это заметно а но все меняется потихоньку я еще попал как раз во время когда в ливан войска водили как раз подбил и нашла меня еще компанией который командировку отправлял спрашивал ты полетишь там война игре учетом я шучу в тель-авив в петахтипа там где у них айтишные дела а где-то на севере за хайф и там какая-то битва идет смотрел как утром вертолеты летают на север после партизанского движения это белоруса ничем не возьмешь народ закаленный хорошо значит движемся дальше сменили компанию на более удачную и там занимались чем на чем работали вот что делали работал описал кодности шарпи мы некоторую систему разработали для то есть фирма занималась основным внедрением колл-центров и программного обеспечения для его обслуживания плюс еще самих автоматических станций из израильского производства один антелеком достаточно известная компания в узких кругах ну хорошо давайте могут что скажем то есть я понимаю что вы потихоньку дошли до до андроидов в своем развитии профессиональном но вот лотерея вы сколько раз успели сыграть пока выиграли второе сыграл то и вот такушки то есть вы хочу раньше не играли досмотрелись на глубинку а тут момент такой а причем куда-то ехать нужно быть немножко готовым а я достаточно долго изучал английский язык он у меня очень медленно шел поскольку у меня куча других интересов я не только языками занимаюсь там еще борюсь немножко такой системе боретесь джиу-джитсу традиционные старые школы с душа эти там если что в итоге а я долго шел ездил несколько раз в языковые школы там британию изучал английский есть результат есть результат потому что живешь семьях то есть специально семью они тебе кормят общаются тобой ты утром идешь школу после обеда и школы гуляешь по городу и так далее то есть там полезно но все есть общение реально с ними конечно у них задача и так они не просто тебя там сидишь на них задача от школы они за это деньги получают с тобой общаться отвечать какие-то вопросы то есть рассказывать о жизни очень полезно бритиш там под греблей ну не бритиш скорее скотишь дважды был в эдинбурге то есть там есть отличие в произношении такие серьезные но легче понимать первое время у меня вообще была такая получается первая такая серьезная поездка после израиля я больше никуда не ездился на только в крым на украину подряд всем и зарубежные поездки и потом и полетел сразу в эдинбург год был олимпиада это какой-то уже не помню вот и 4 да и думал ли в лондон там мы с друзьями с семьей собрался их туда вот и в итоге посмотрели что в лондон наверно все с туристами будет забита все-таки олимпиады как раз периодом и в эдинбург тоже может ну плюс первый шок левостороннее движение машины едут не туда и не оттуда и поворачивать не так как я вас понимаю это переход дороги это целый квест потому что оказывается мы не смотрим в сторону да мы смотрим в другую сторону всегда иногда машины появлялись неожиданно весьма неожиданно на пустой дороге но в целом интересно конечно произношение скотишь отличается после этого был еще дважды в эдинбурге 2 2 недели 3 недели потом в лондоне тоже в школе я вас слушаю значит получается такая штука вы учили английский и чувствовали что вы еще не готовы потом когда вы почувствовали что вы готовы вы пошли это запросили свой аппликейшн там на green card и соответственно получили green карту когда поняли что готовы где-то так почти так и было правда я еще искал вакансии по европе там германии британии и так далее собеседовался потихоньку то есть я начинал тренироваться беседомок это было конечно ужасно поскольку сложно или сложно именно языком технические вопросы это вторичные когда ты не понимаешь что у тебя вообще спрашивают уже не понимание каких-то нюансов технических а это не на второй план она 30 план ну да хорошо и так приехали вы в чикаго теперь значит первый вопрос к этому выбор чикаго чем было бы условно значит вот вы не поехали в сан-франциско или там нью-йорк а поехали в чикаго почему я могу есть просто без нее а за год где-то до того как я выиграл green card я активно искал работу по европе и чаров linkedin добавлял то есть я изучал как правильно искать работу через linkedin и так далее и в минске тоже достаточно много эти компании частности основная штаб-квартира ipam все-таки минск и на меня вышла одна консалтинговая компания которая хотела меня перебрать забрать себе в офис минске из одной минской компании в другую я говорю знаете просто переходить из минска в минск мне как бы не очень тут уже пригрелся хорошо вот если вы меня забросили куда-нибудь за границу подальше они говорят мы на еще он би людей процессе мы без вопросов как раз это был январь не говорит вас к апрелю можем попытаться запросить если не вопрос я готов они проинтервьюировали меня на английском и сказали извини не тянешь пока ты потому что нам нужно общаться было с топ-менеджерами вы пока понятно да то есть у них свои требования в итоге прошло год я готовил английский готов к экзамену по ielts сдал как раз вот уже правда и я опять им позвонил сказал я буду блинка то есть вам не надо меня процессе вы просто найдите ли там работу не горит окей и мы договорились то есть я прилетаю в чикаго более того или летел уже с оффером то есть я прошел интервью через них уже до нового года то есть меня ждали уже на компании у меня в окнах удобно ровно а какой-то релокейшн вам там дали денежку на релокейшн а сейчас или там первый месяц гостиницы куда нет у них из гостевой я сейчас нахожусь то есть гостевой домик несколько машин на доме тут несколько таких на еще он бы приезжающих он живут а их никто-то не пристроят они переезжают несколько человек отсюда кто-то сан-франциско уехал кто-то где-то рядом так это вы в какой конторе то есть вы кто ваш рекрутер кто ваш вендор который вас название контуры конечно форты групп курсе андроиды кида они очень развиваются то есть они принципе неплохо работают ну в итоге я с оффером прилетел то есть летаю 10 февраля 23 ты на работа игры отлично летаем а меня встречать в аппарату сели гостевой домик там комната все тут еще куча таких же на еще он не правда народу кто-то уже скоро уедет кто-то на работу уже устроился такой элитарный тут не как бы в это все вежливый культурный а ну там начинается приключение другой стороны с той конторы который меня как бы который дала мне оффер получается ну куда меня перепродали они такой знаете вот у нас тут бюджет давайте не февраля в начале марта 2 марта ну отлично ну две недели там какая потом начинается дальше что они знаете мы до конца марта не можем бюджет свертать давайте вот до конца марта вы подождете то есть уже как бы ну я сижу расслабленный тут общаясь только на русском ну сделал права потихоньку банка к social security на семье нет у вас с женой а вот мы поделали документы тут как раз удобно домик есть с кем пообщаться машины есть бесплатный на домик выделены то есть только за бензин коммунизм да естественно коммунизм будет оплачен за эти контракты впрочем то есть то есть и таскать испортами говоря знаешь что что-то там надо надо под давайте мы еще куда-нибудь продадим и начались это но тут началась уже проблема с моей стороны а я где-то с декабря когда получил оффер да я практически перестал заниматься английским разрешал другие вопросы там связаны с переездом да у раз неделю ходил к репетитору то есть начальник так ну посмотрел фильм так и я ухудшил свой английский я на нем не общался в магазине съездить там банка он получить ну там пару фраз там все и когда начались собеседование где-то в начале апреля я не мог пройти рекрутеров да и я начал заново готовиться ко всему этому хозяйству то есть я раскладывал бумажки с вопросами читал темы и концу апреля где-то начале мая стал проходить рекрутеров уже нормально то есть и чаров то есть ну дальше уже на следующий этап технический интервью я несколько месяцев не программирую то есть развлекаюсь там и так далее езжу на мотор-шоу в чикаго еще что то то есть пришлось заново возвращаться в учебу и где-то концу мая я уже стал достаточно успешно проходить скрининги и тесты задания ну пока оффера нет я даже концу мая это считает за две недели от сегодняшнего дня да сейчас я прошел было даже face to face интервью меня оплатили билет я слетал в лос-анджелес пассаден посмотрел на то как это у нас тут говорят пассадина пассадина да компания кстати там прикольно было два каких-то то ли корейца то ли китайца и один араб меня интервьюировали обещали полтора часа в итоге два с половиной часа и чуть на самолет то есть вы пока значит не работаете уже считай там несколько месяцев жилье у вас допустим от конторы я понимаю но вот все таки вы же двоем женой вы должны как-то кушать вы должны да и запасы есть предыдущих свои тратить вам вам какой-то стипендии пока нету нет нет свои потому что как бы мы за дом соответственно пока не платим то есть там есть определенные договоренности спорт и групп мы как бы тут вопрос как бы утрясен то есть вы как у вас есть достаточно жирку чтобы там его да но он не бесконечный конечно до конца лета хватит а дальше вы не пытаетесь как бы выйти на на свободный рынок и сами я я ищу сам тоже то есть посадину летал сам то есть то что сам нашел потому что фортаж вы хочет ниже своя они должны зарабатывать деньги они продают мне не просто находим работу там они продают меня как консультанта и тут тут есть свои нюансы правильно меня перепродать так далее у них не всегда срастается относительно меня то есть если я был просто джавист больше вакансий потому что это будет сами на android уже там всякие нюансы android это если бы у нас тут были себя чувствует лучше чем джавист просто чикаго рынок другой до чикаго больше например финансовые здесь очень много финансовых компаний очень много веб-девелопмента очень нужно то есть средний веб-девелопер находит работают очень быстро вот реально потому что всем нужно сайт все нужно сопровождать бэкгра внутри там кучу ну хорошо давайте вот такой вопрос вот с точки зрения того что хотелось рассказать вот вы меня сконтактировали быть вот давайте я расскажу как идут в чикаго вот был какой-то конкретный момент которым хотелось больше всего поделиться вот что это было такое конкретных моментов много тем что во первых сам себе чикаго на город такой сегрегированный разделенный скажите это очень интересно то есть есть южные и юго-западные районы это преимущество живут афроамериканцы либо латиносы как большинство афроамериканцы считается черный квартал там постреливают слышно вы туда не ездим у нас там нет задачи что-то делать по разговорам да по разговорам ну и статистика что там где-то одно-два убийства в неделю чикаго город большой обычно это наркодилеры друг с другом там да в основном черный черным преступность сама по себе присутствует например но она такая умеренная и если напрямую живем северном пригороде ну я не знаю тут вообще ничего не происходит хотя полиция постоянно курсирует тогда и то есть пока когда мы приехали в гостевой домик там на полгода дом не запирался вообще не надо что кто-то пойдет на чужую территорию треспасины в частные домики тут красиво хорошо а например сдачи на право а маленький нюанс такой вот ну принципе сама сдача ничего сложного нет то бумажки тебя записаны вопросы ты подчеркиваешь нужные выписываешь нужные знаки отдаешь на 5 все нормально там из 30 с копейками вопросов 7 ошибок можно сделать или 6 то есть там очень лояльно и потом driving test сразу но тот момент например выдача куча из успешной сдачи экзамена выдача прав гражданам пример а тут казахстанцы белорусы украинцы и русские ударил белорусами казахст и казахом на выдают сразу украинцам и русским две недели по почте посылают возможно из того что страны в конфликте сейчас может быть с этим я вас умоляю нет ну я просто не вижу другого объяснения это каким-то образом связано с легальными легальными деталями выдачи прав в разных странах это безусловно не связано с конфликтами никак все что связано с конфликтами выясняется там прибыль стадии интервью посольстве и вылечи визы там что-то что вы нет нет это совершенно вероятно может быть так но почему-то вот россияне и украинцы у них дольше туда а может и больше там они не дают очередь из себя слушайте так вы про сегрегацию так и мне кажется да а видно видно что как меняется расовый состав в квартала когда мы ездили например на автошоу в чикаго но было чуть чуть южнее к даунтауна и мы чтобы попасть на нужное так сказать хайвей мы обезжали немножко по южным кварталом вот было как одни черные на улице немножко меняется частота но не везде потому что у них тоже есть приличные кварталы есть не очень приличный черные не все же бедные там есть люди с деньгами тоже как бы и немало живут то есть и принципе там службы следят обычно черные с деньгами не селиться там где живут черные без денег они обычно селиться там где все остальные с деньгами да это одна из проблем америки когда обсуждают раз вопрос они говорят что когда черный начинает зарабатывать он со своими деньгами уходит из комьюнити куда-то эти деньги их их денег нет они они своими деньгами не участвуют там магазинах в малом бизнесе там в школах и так далее поэтому они уходят это одна из проблем то есть те из них кто начинает раскручиваться они куда-то деваются да а есть такое дело и вот меняется четко видно когда вот смешанное население белые и либо черный квартал так оно хорошо но не то что это как-то вот опасность какая-то или что вот вот вы когда идете куда-то вы соображаете куда вы идете чтобы не дай бог не попасть или что это нужно очень много кирме и пройти чтобы куда-то попасть да потому что если вы живете в приличном квартале то есть достаточно они достаточно большие и случайно перейти одну улицу на другую и оказаться в совсем плохом уровне очень сложно она будет видно ухудшение по ходу движения то есть меняться будут вывески появляться возможны решетки на окнах и вот там чуть покушать русских магазинов много есть польские магазины во всем еще у нас в округе русский магазин возможно есть но как-то не довелось них бывать польские они как бы вполне достаточно вот для нашего вкуса там гречка гречка есть кефир можно купить там творог какой-нибудь там шпроты шпроты кстати то можно купить шпроты без вопросов оттуда оттуда можно купить в польский мед например прямо мед из польши из польши именно импортированы что же у нас тут меда что есть прекрасно рядом из висконсин и так далее вставляется очень хорошо то есть все есть фрукты я понимаю снова в калифорнии то есть она всякие апельсины и так далее из польши у нас например в основном конфеты шоколадные откуда с украины идут я понимаю что дешевле покупается на гривны и очень много там люб в львовских там еще каких-то очень много шоколадных конфет таких возможно хорошен хорошен тоже есть больше торты мороженые мороженые торты вот подходишь холодильнику и там допустим там пять шесть десять сортов вот киевский то потом то когда-то был ностальгическим советское время поскольку меня жена из киева так мы часто ездили в киев туда обратно и вот там киевский поезд когда подходит на вокзал киевский в москве и там люди идут и вот каждый тащит коробку там вот эту а то и две они такие высокие достаточно такие да да и там еще они разделяют хлебзаводовские и кондитерской фабрики вот типа лучше типа хуже вот так вот эти самые киевские торты действительно рашеновские и не только киевские торты вот они просто в морозилке стоят и так вот их много разных да сейчас в киеве хороший город неоднократно бывал друзья есть то есть там тортики эти приятно кушать здесь не видел киевских торт но просто тут такой выбор на самом деле когда заезжаешь как какой-то достаточно большой магазин вы еще не стали худеть а нет я ограничивать себя употребление стал поскольку пока я еще не устроился никогда на работу то есть вот 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 она тут уже поскольку пошли face to face интервью это уже последний рубеж то еще я думаю неделя или две я уже не может быть даже в какую-нибудь калифорнию перееду потому что вакансии оттуда тоже есть давайте давайте вернемся к теме вот англичане ружья кирпичом не чистят то есть вот что хотелось рассказать по поводу еще жизни в чикаго может быть климат безусловно а всегда ветрено но даже сейчас когда за окном где-то по цельсию двадцать шесть может быть двадцать семь на в майке если ходить тепло 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 здесь летом днем 35 где-то месяц будет держаться но при этом порывы ветра если из севера и вдоль мичигана носи задувает ледяную и вот в парку нас тут рядом ходить ну минут 15 сходьбы до парка и а вот вчера вот гуляли вот солнце жарит потеешь реально вот уже каждые пять минут там минуты две холодный ветер тут сильно дует и вот тебя продувает высыхаешь они одеться-то как надо вот то то и дело вот есть с этим засада здесь всегда ветрено сколько рядом огромного уже вы же там зимой были на февраль ужас улицы посыпают солью или нет нет дело то что тут когда сильный снегопад здесь только на соли вообще-то может быть посыпает бетон становится какие-то билет но возможно это изморозь сложно сказать не видел что посыпали но вполне может быть не видел даже как убирают снег практически только во дворе как маленькие джипы там с как бульдозерки там что-то а по улицам как-то не замечал возможно ночью чистить но момент какой когда в даунтауна себе выбраться даже когда минус пять зимой там невозможно находиться на улице продувает так сильно как будто в аэродинамической труппе да там буквально идешь весь даунтаун выходит на воде и воскребы прямо вот сейчас летом даунтаун продолжает выходить на озеро дует тоже дует красотичь невероятная просто просить и бочечей а очень-очень серьезно это сказать у них например театры очень принципе чикаго в свое время считался насколько помню театральной столицы америки ну я не значит бродвея в нью-йорку ну да тут очень тут и прямо квартал те начинается театральный один театр второй театр музыкальный музей например определенные бесплатно можно посадить и так далее то есть парки есть вот кстати по поводу людей а очень вежливые люди почти как в британии скажем так то есть очень 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 этого я вкусил полна в эдинбурге в первую поездку и чувствовал себя каким-то дикарем просто когда проходящий мимо человек там искусе сэнки ссоры а а ты не успеваешь рассказать он уже ушел чувствуешь себя не то что невежливым каким-то таким не знаю дикарем вала улицы переходит на красный свет ну маленькие улицы бегают немножко люди на красный свет да но в целом когда идет поток машин особо народ не не бежит ждет ну я преимущественно даунтауне бывал в минске я помню там как-то приучили еще при коммунистах никто не бегал то есть все ждали аккуратно да в минске в основном ждут но перебегать могут но в принципе ждут будет москвичи кто приехал понаехали не не ну так бывает кстати в минске сейчас очень активно россияне скупали жилье последние там пять-десять лет зарплаты в москве достаточно высокие жильем и таки дауншинтинг зато не мегаполисы жить можно тише то есть они просто скупали они переезжали переезжали многие рассея много переехали подождите так как как же они зарабатывают или они уже на пенсию нет у них бизнес есть например либо семьи не перевозят то есть бизнес можно удаленно вести либо часть бизнес перенести головку роль что ты главе истучая а все остальное бизнес москве многие реально богатые люди скупали жилье то что просто тише и спокойнее москва все-таки это огромный га поле со своими проблемами есть расовый состав и очень много. Последняя моя поездка в Москву лет шесть назад это конечно было ужасно. Одни таджики на улицах метут улицы за рулем какие-то среднеазиаты в грузовиках и так далее. Вот такой черный город стал. Ну во всяком случае не центр, а вот именно вот эти вот обычные. И конечно их меньшинство, просто они везде видны. В то время как этот анекдот, немцы на работе, все остальные арабы и прочие на улицах Германии. Ну хорошо, то есть в Минске такого нет. А в Минске кто метет улицы? Белорусами тут. У нас в последнее время появились тоже трудовые мигранты из Азии, но их в основном завозят на стройки, они работают на стройках, живут в общагах, их мало видно на улицах. То есть они так и с одной точки в другую перемещаются и все. Но уже это тоже появится. За отсутствие таджиков, значит, вот эту работу делают белорусы. Да, ну там есть свои нюансы по поводу механизма управления и главы и так далее. То есть масса нюансов. Ну хорошо, вот вы сколько, 4 месяца в Америке, как бы сказали. За эти 4 месяца вы, как сказать, у вас появилось ощущение, что вы, ну если не дома, то в общем в правильном месте или наоборот у вас ощущение, что вообще что вы связались, что вам тут делать? В Америке на самом деле все хорошо. Все упирается в работу. Если у тебя есть квалифицированная работа в Америке, в принципе здесь можно выживать даже, например, я присматривал тут, ну присматриваю заранее жилье, потому что у вас, может, часть вы окончили в Чикаго и, возможно, я тут останусь. Я присматриваю районы, жилье, цены, комьют, сколько. Не спешите жилье, не спешите. Нет, ну снимать. А, снимать. Покупать. Покупать это уйдет время достаточно больше, чем один год. Хотя вот знакомые покупают здесь жилье, они уже 5 лет, например, тут на HVB жили. Нет, ну 5 лет, это 5 лет, они уже знают место. Нет, они, кроме Чикаго, я не раз были в Нью-Йорке. Ну, покупажи-то в Чикаго? Ну, в Пригороде. Ну, так они знают место. Они же не покупают Сан-Франциско. Да, но может быть, допустим, Портленд, например, или Остин в Техасе. Кто их знает, может быть, там им будет все понравилось. Ну, там уже нюансы другие. Портленд – шикарное место, мне нравится очень. Остин мне не нравится. Ну, я не был в Портленд, по-своему, мило. Я был только в Посадине, например. Посадина – шикарное место. Эй, конечно, что ж там, Посадина. Конечно. Пальмы, Секвои, двух-трехэтажные домики – это город, это не как вот… Портленд просто сказка. Ну, там… Сан-Диего. Диего-то… Сиэтл – мне очень нравится, тоже очень-очень симпатично. Ну, говорят, там дожди. Ну, это не такие лишь дожди, как в Минске. Там дожди, там моросяка такая. Теп-теп-теп она такая. Никакая. То есть, там, конечно, пасмурно большую часть года, но это не такой дождь. Там люди даже в Бизонтик ходят. А, ну, учитывая, что мне нравится климат Шотландии, то есть там достаточно много дождей постоянно. Поэтому мне Сиэтл вполне бы устроил. Я даже проходил собеседование в Microsoft Research Hub тут. Самое интересное, прошел первое техническое. На втором уже меня, правда, с тяжелой артиллерии стреляли. Вышел человек... Ну, ничего страшного, вам главное начать. Работы много? Работы очень много. Я тут, когда оплекаюсь на фуллтайм, везде ищу столько. То есть Форты ищут свои, корп-то-корп. А я еще уже фуллтайм. То есть мы разделились, чтобы не пересекаться, чтобы одну компанию не пихать. Конечно. И я, когда обновлял на Create Builder свой профайл, обновил резюме и там оно... Паблишт это резюме или нет? Или пока скрывать? Я так машинально нажал паблишт на один день. Мне оборвали телефон просто. Просто так вот. Я не мог даже нормально никуда не выйти из-за стола. Просто непрерывно отвечал на звонки. Я когда студентам вот рассказываю, может смешно звучит, но я им говорю, что вот когда ты это делаешь, то ты будь готов к тому, что ты в туалет пойдешь и берешь с собой трубку. Да, так и было. Единственное, что ты на них воду не спускай, когда с человеком разговариваешь, потому что они обижаются. Мне некоторые жаловались, говорят, твой студент вот такой ты на меня воду спустил. Я говорю, что вы хотите. Ну да, но просто. Я не знаю, чего они обижаются, я не знаю. Просто до того, что ты разговариваешь с человеком, я стараюсь в наушниках разговаривать, тогда лучше слышать. Потому что очень много индусов, их очень сложно понять. Очень много индусов, живущих не в Америке, а работающих удаленно из какой-нибудь там Бангалора в Индии. Их акцент просто… Даже те, которые тут иногда не очень поймешь. Особенно южные. Вот Бангалор – это юг. Те, которые с севера, четко говорят. А вот южные – это может быть такая каша во рту, что просто кошмар. Более того, смешные моменты получались. Они со мной общаются. Мы как-то не смогли обменяться нормально своими имейлами. Спеллинг, просто буквы. Мы не могли минут пять на это ушло с этим индусом. Обычное дело. Да. И потом приходит фидбэк такой. Я читаю, девочка мне пишет. Нужен человек с лучшими communication skills. Я так думаю, господи, у него вообще нет никакого. Это правда. Это может быть такой же индус. Там очень часто бывает, что и менеджер индус, и рекрутер индус, и работник индус. И они там поделили, откатили и так далее. Поэтому этого очень много на самом деле. Есть. Есть уже определенная даже некоторая расовая дискриминация со стороны индусов. Присутствует. На глаздоре некоторые есть такие фидбэки в качестве компании Visa, например, в Сан-Франциско. Если ты индус, то я golden boy. Если нет, то... никого и нет. Вот если бы не мои ребята, так вообще бы никого не было. Не очень сложно. Просто одни индусы. И в Чикаго и в Чикаго тоже. В Чикаго индусов как бы много, но, конечно, больше белых. То есть я ходил на резюме, когда смотришь, тех на работу ищет. Да. Может быть те, кто уже работает, может там и много белых, а те, которые на маркете. Там преимущественно индусы. Ну, тут момент какой. Индусы очень легко выходят на маркет. Они создают себе резюме, а потом, когда начинаются копать, многие жалуются, что за резюме мало что стоит. Это обычное дело. То есть 90% резюме они с байками всякими. Да. Не соответствуют, конечно. Кстати, вот одна из проблем, которая мне как бы отчасти мешает устроиться на работе. У меня очень хорошее резюме. Меня меньше, чем на Лида, практически не пытаются брать. А английский не очень хороший. И тут я вот с этим немножко пролетаю. Ну как, частично. То есть они сразу, сеньор сразу минимум. Ну, сеньор неплохо. А что вы? Да, неплохо. Ну, нормально. Вы не должны отказываться. Я не отказываюсь, я иду. Все-таки 40 лет, что же вы, не школьник. Да. На сеньор нормально. Выгодите на Лида. Выгодите, ребят, я не против Лида, но дайте поработать полгодика. Просто там сеньор. Я так и говорю, да. Плюс, кстати, еще один момент для вновь прибывших, те, которые не через консалтинговые компании уходят, консультантами, а еще вам битвы. А те, которые приехали на грин карте либо каким-то другим способом, не знаю, да, легальным. Есть очень где-то четверть вакансий отпадают по причине того, что нет опыта работы в США. Рекрутеры прямо задают вопрос, если вы не работали, они говорят, что нам нужен человек с опытом работы в США на хорошей вакансии. То есть, есть определенная с этим проблема. Я не знаю, с чем это связано. Я бы к этому так отнесся. Значит, где-то тебя не возьмут, потому что у тебя акцент. Где-то тебя не возьмут, потому что ты из Раши. Где-то тебя не возьмут, потому что ты возраст не того. Где-то тебя не возьмут, потому что у тебя нет американского образования. И все это замечательно в том смысле, в каком есть еще колоссального размера рынок, где тебя возьмут такого, как ты есть, и тебе пофигу, где тебя не возьмут. То есть абсолютно настолько без разницы, где нас не возьмут, когда есть столько, где нас возьмут. Поэтому фокусируешься на том, где нас берут, и идешь туда, и все. И выбора-то у них нет. Не то, чтобы сказать, вот там стоит 10 человек, 9 американцев с американским образованием, и тут еще какой-то из Белоруссии приехал, переучился из жидерной механики. Нет такой проблемы. Проблема в том, что вообще людей нет, никаких нет. Поэтому и телефон обрывают, понимаете? Уже любой годится, хотя бы по-английски говори что-нибудь там. Да, я закрыл, кстати, сразу, как полдня прошло, я понял, откуда столько звонков, что я просто сделал снова хайп, потому что это невозможно просто. Просто оборвали телефон, накидали в ящик, очень много чего. Самое интересное, один из вариантов поисков пользоваться Крэг-лист, вот он как-то не прокатил вообще. Бывает, да. Это зависит от момента времени, это зависит от того, где вы географически. Много чего зависит, но вы, в принципе, могли бы на Крэг-листе, пойти, чем хорош Крэг-лист, когда вы смотрите объявление о найме, вы, как правило, имейте дело с компаниями, не с рекрутерами. И когда объявление о компании, вы видите компанию, может быть, там есть даже имейл прямо менеджера, может быть, там есть даже имя его, и вы можете его сконтактировать. Например, вы можете на ринг-клинике ему подкатиться и сказать, слушай, я видел твою позицию там на Крэг-листе. То есть преимущество Крэг-листа состоит в том, что ты получаешь доступ к людям внутри компании, минуя рекрутеров, минуя вот этих вот посередине. Кроме того, на Крэг-листе вы можете что делать? Вы можете искать по каким-то ключевым словам. Ну, допустим, вы там Android Developer, например, ищите позицию как Android Developer. Но, ну, допустим, у меня ребята ищут на тестеры, да? И я говорю, вот, набери слово там «программор». Просто «программор», без ничего. Будет Java программа, будет C++ программа, будет там Android Developer, Developer программа два раза. И всем шли, потому что там, где нужен программор или девелопер, там, наверное, нужен и тестер тоже. Или, скажем так, вероятность высокая. Но зато твое резюме только одно будет. Никто больше туда не шлет, потому что они не просили тестера, а просили девелопера. Вы можете с таким ковровым бомбометанием вслепую посылать свое резюме, и прелесть его в том, что хотя оно, может быть, сработает один раз на 10, но кроме вас там уже нет никого. Они же не вас просили, они искали еще чего-то. И вдруг, бах, резюме, раз, пошли. Допустим, ищут сис админа, например. Но вы смотрите, что за компания. Если это, например, там, я не знаю, лоферма какая-нибудь, да, вы не будете. Но если это банк, если это страховая компания, если это какое-то, ну, что-то такое, где, в принципе, могут писать софт, и вы им шлете. Почему нет? Есть такой момент. LinkedIn, кстати, неплохо в этом отношении работает. То есть, просматриваются вакансии и директивные отправляют и так далее. Работают. Да, да, отлично. То есть, прелесть крекс-листа в прямом доступе к нанимателю. Да, есть такой момент. Хотя рекрутеры там тоже есть, конечно. Их много, их видно, правда. А сколько вы прошли уже интервью face-to-face, вот живьем, вот так? Живьем у меня было два face-to-face. Одно было в самом начале, я его сфейлил, как бы, ну, английский еще был плоховат. То есть, у вас практически нет интервью. А face-to-face одно было, вот, летал по Садину, и на следующей неделе вот будет еще одно face-to-face в Чикаго. Технических уже прошел штук с десяток. Это как бы по телефону, как бы. По телефону, по скайпу, плюс коллапэдит, какой-нибудь писатель код. Я понял, это такой скрининг, как бы, такой предварительный. Я понял. Ну, я бы сказал, что интенсивность небольшая. То есть, face-to-face, чем больше у вас face-to-face интервью, тем ближе вы к получению уфера. Конечно, да, потому что вся активность, которая проходит, весь смысл в том, чтобы получить face-to-face интервью. Да, безусловно. Ну, фактически, я вышел на уровень близких face-to-face неделю, полторы, ну, две где-то, когда слетал по Садину. То есть, фактически, вот сейчас все должно начаться. Единственное, что вот вакансии, они идут волнами, группками какими-то. Да, это правда. То есть, неделя-две, вот, буквально каждый день новое, и тебе что-то звонят, звонят, но в раз, неделя тишина вообще полная. Поэтому нужно быть сразу во всех местах. Надо быть и на DICE, и в CareerBuilder, и на Monster, и там... Да, и DICE, смотрю, и Monster, и все. Хорошо, значит, давайте вот что сделаем. Вы, когда видео наше выйдет, вы там под видео, значит, ребятам отвечаете, потому что обычно всегда вопросы какие-то возникают, там какие-то сразу там друзья находятся, кто-то с вами в школе учился, кто-то в институте. Вы не представляете, как много вот этих вот неожиданных. Я думаю, вот со школ вряд ли в институте возможно. Ну, подождите, он может быть не в Чикаго, он может быть в Минске, вот, но оттуда нас смотрят, нас смотрят, нас знают все, как многие, многие знают. Я постоянно наталкиваюсь, мне пишут там в личку, говорят, я там учился с Машей там 30 лет назад там в школе. И вдруг в городе Ижевске, там, вот, там, помогите найти там Машу. Вот, которая у вас была на канале, как ее найти. Поэтому вы уже там, это самое, отписывайтесь, да, чтобы, чтобы ребята вас знали и могли найти. Ну, что же, давайте мы просуммируем, значит, если еще есть, если есть какой-то еще вот, какой-то ружье, которое кирпичом не надо чистить, чтобы мы ребятам сказали. Может быть, какое-то общее пожелание, вот, они, общее пожелание, они живут вот по ту сторону ручья, правильно, вот, вы же там были совсем, 4 месяца назад вы там были. Да, я активно смотрел, как, самая главная проблема, это английский язык. То есть, как все уже много говорят, говорят, люди не учат. Хорошая мысль. Да, она гениальная и свежая. Более того, подтверждение хорошее, когда вот был Пасадин, он летал, таксист, самое интересное, дважды везли таксиста об армяне. Один русскоязычный, второй из Ирана, русско-неязычный, но армянин, фарси, турецкий и так далее, английский. Русскоязычный таксист, мы с ним потом на русском разговаривали, он сказал, что проблема главная, что люди живут по 30 лет и не учат английский в Америке. Потому что им не так хорошо, понимаешь? Да. Было бы плохо, они бы учили. Да, а если учить и хотя бы немного знать, сразу уровень повышается, потому что английский открывает многие двери. Конечно. То есть, надо учить английский, в первую очередь. Плюс, готовиться к интервью. Я бы учил английский до того, пока дома здесь учился. Безусловно, что я и делал. Если бы я не учил сейчас, после месяца тренировки с HR-ами, когда мне каждый день звонил кто-нибудь индустам, либо с техаса, с техасским акцентом, тоже прелесть для восприятия, то я бы сейчас не выкинул. Сейчас уже разговаривать просто с HR-ами, у меня беседа просто за жизнь. Я бы скажу так. На самом деле, сейчас, учитывая, что есть например YouTube, где мы с вами сейчас возникнем, то даже индийский акцент не проблема. Набираешь там софтвор-тестинг, например. И там... Две трети, наверное. Да, если не три четверти. Значит, какие-то индусы. Ну, послушай одного, послушай другого, послушай третьего, послушай американца какого-нибудь, там, Джеймса Бека, там, какой-нибудь или там... Ну, мой, допустим, легче понимать, если вы когда-нибудь пытались меня слушать там на английском, то русский акцент легче понимается. Но послушайте индусы, чего переживать. Ну, вот они же есть. Есть. Конечно, полно. Я тут недавно урок начинал, знаете. И там группа смешанная, там индусы, русские. И я им говорю, что вот там есть такое видео, вот есть такое видео, я там записываю, у меня есть на русском, на английском. Но я в классе даю видео на русском, на английском. И я им, я спрашиваю, я говорю, вот граждане индусы, я говорю, вот если у вас принято у индусов, например, когда какой-нибудь индус что-нибудь рассказывает там день, смеяться над его английским. Скажите, посмотри там на этого, значит, там чувака, как он говорит жутко по-английски. При том, что говорят они жутко. Они и так смотрят на меня, говорят, нет, а почему ты спрашиваешь? А я говорю, а потому что, когда я что-то рассказываю по-английски, какие-то люди, живущие в Раше, они, значит, самовыражаются через то, чтобы сказать, боже, какой у него, ой, там, ой. И, значит, я говорю, у индусов нет такого, они говорят, нет. И я не видел, кстати, я же смотрю какие-то видео, и там люди из Индии, никто никогда не жал, наоборот, они поощряют, они благодарят и так далее. Все эти суниты, там, сангиты, они все благодарят там своего, там, Раджеша, который выступает, понимаешь? А у нас нет, у нас они все начинают, как бы... Ну, это классика жанра, что плохо не то, что у меня корова сдохла, а плохо, что у соседа живая. Ну, как хорошо, что мы здесь, и насколько они нужнее там, вот я хочу сказать. Поэтому, значит, давайте мы финальную такую черту подведем и... Да, по поводу интервью я могу добавить еще чуть-чуть, что, помимо английского, да, безусловно, если на английском не говорить, то язык жестов не поможет. Второй момент, да, к сожалению, да, особенно на телефонном модели. Второй момент, две трети, если там не больше, HR-ов, которые первоначальный, даже технический скрининг делают, они технически некомпетентны, абсолютно. Они не понимают, что они спрашивают. У них есть листик с вопросом, листик с ответом. И даже если вы очень хорошо распишите этот ответ, но этот ответ не будет соответствовать букве, в том, что у них ответ записан на листике, вы не пройдете дальше. Нужно, получается, чуть ли не заучивать стандартные какие-то решения. Это, к сожалению, ну, такое правило игры здесь такие. То есть любят спрашивать какие-то стандартные вопросы, которые малоприменимы, например, в работе. Ну, такое есть. Ну, я думаю, так, это очень большая тема. Да, это... И на эту тему очень много чего написано, рассказано и так далее. То есть я бы так сужать бы не стал. То есть все на свете есть. Нет, без слов. Абсолютно в любом варианте встречается все, что только в голову может прийти, оно присутствует. Но то, что действительно люди, которые с тобой разговаривают о технических вещах, очень часто некомпетентны, это правда. Это правда. Есть так. Чем меньше ставка, чем меньше зарплата человека, тем меньше денег делает рекрутер на этом, тем меньше квалификации у того, кто с тобой разговаривает. Поэтому в рекрутинговом бизнесе есть дикое количество людей, которых с улицы, вот как листва сухая, ветер подул, там их принесло. Ветер подул в другую сторону, их унесло. И вот эти вот сухая листва, мы это на тестерах видим. Понимаете, с вами более приличный народ говорит. Те, кто тестеров интервьюирует, это просто катастрофа. Они вообще ничего не понимают. Ну вот на 25, на 30 долларов человек, который с тобой говорит, он не понимает ничего. До тех пор, пока я уже в компанию резюме не попал, из компании кто-то позвонил, там инженер, там лид, там менеджер, тогда уже нормальный человеческий разговор. Да. Там другая крайность. Там непредсказуемо к чему готовиться. Потому что бэкграунд огромный, да, например. И могут спросить, грубо говоря, если собрать весь бэкграунд в толстой книжке, допустим, 10 томов по 500 страниц. Вот любую страницу могут открыть и сказать, а вот это вот как? От этой, господи, я же это 5 лет назад последний раз. От денежки, это все от денежки. Если вы хотите, если у вас на 150 долларов, там, в час, это одно. 150 долларов, это слишком круто. Вы не знаете, сколько ваша компания все вас берет? Не, ну я привязанно представляю, то есть анализировать. Но дело в том, что дальше уже начинают действительно другие крайности. То есть могут спросить, помимо написания кода в каком-нибудь онлайн блокноте, да, чтобы они видели, каким-то простым алгоритмом. Знаешь, не знаешь, тут как попадешь, потому что алгоритмов много, но в принципе, да, могут попросить открыть, расшарить экран, написать проект прямо, открыть Android Studio, например, писать прямую уфиг, вот задача, да. Они смотрят, да, а могут попросить, последний вот у меня был, к этому я готов был, то есть писать либо код какой-нибудь алгоритм в блокноте, да, какой-нибудь взять факториал, как вы посчитаете, а если с рекурсией. Ну там, в принципе, это, да. Для первого курса. Да, ну просто хотя бы видно, что человек там хоть в состоянии хотя бы сам что-то написать или как-нибудь просортировать простой список или найти что-то там в списке. То есть он хотя бы сможет там это руками писать, потому что есть проблемы с этим. Иногда жалуются, что люди не могут простые вещи делать. Второй момент, вот открыть студию и писать в прямом эфире, там сидит человек пять на той стороне и смотрит там два часа, как ты пишешь. Это понятно. Они смотрят за стилем работы больше. Да, это очень показательно, конечно. То есть они должны понять, чек может работать у них или нет. Да. Но самый парадокс, такой неожиданный для меня был, к этим двум я был готов. Это было расписано на форумах, как-то это все делалось в жизни. Ну что, пишешь код в студии и пишешь. Хоть как-то, но пишет. Но когда попросили открыть блокнот, расшарить экраны в блокноте, написать Android проект, прямо в блокноте, вот это был шок. В ноутпэде. В ноутпэде. Правда, они сказали, можете не заморачиваться по поводу тонкости, там нейспейс и так далее, просто распишите леаут и так далее. Но это была проблема вылезла в том, что сниппеты в современных средствах разработки. Я хорошо помню начало функции, как они начинаются, пишутся. Но обычно потом выпадает список, выбираешь там нужную и все. И забываешь три последних символа, четыре, наименования функции, никто не помнит. Это, к сожалению… От опыта работы. Значит, человек, который проработал год, он… Я разговаривал с людьми, которые задают такие вопросы. Они говорят, понимаешь, если он пишет, что он пять лет работал, например, у него пять лет опыта. И дальше есть ожидание того, что человек помнит. Вот, скажем, который год проработал, он помнит вот столько. Проработавшие два года помнит больше. Три года, четыре, пять. Они по тому, как он пишет, по тому, что он помнит, они прикидывают, сколько у него реально лет опыта. Да. Это изощренно. Да, это очень изощренно. Я сумел написать, хотя я был очень так, а, здравствуйте, как это начинать. Нет, они еще две недели думали, прежде чем сказать мне что-то. Я думал, они им сразу скажут, на следующий день, типа, пришлет HR, сказал, что извини, не берут. Та же, как Пасадина, еще ждет, потому что в этот понедельник… То есть подвешено где-то там. Да. В этот понедельник мне отзвонился рекрутер, который меня туда отправлял. И он спросил, спросил на маркете ли я еще, и сказал, что… Пасадина еще не вычеркнула, они отказались от нескольких других кандидатов, но я остался в списке. Тут еще тонкость, они могут, допустим, сказать, хорошо, мы поговорили там с пятью, значит, так, этих двух мы точно не возьмем, а эти, значит, порядок такой первый, второй, третий. Первому предлагают, он говорит, ребята, дайте две недели, я должен там определиться, через две недели он говорит, я не могу. Они дают второму, а второй за это время ушел. Начинают искать третьего, есть он где, он куда делся и так далее. Поэтому так тоже бывает, но… Но растягивается до трех месяцев такие вещи, я видел. Если позиция постоянная, то это может долго быть. Если позиция контрактная, то обычно это быстро, допустим, там контракт на, я не знаю, сколько-то долларов в час. Это может быть вот прям сегодня. Если это позиция постоянная, в хорошей компании, хорошая позиция, это может быть несколько месяцев. Да, мне знакомо так. У меня был парень, который полгода ждал позиции в гугле, то есть он прошел интервью, допустим, в апреле, и до там ноября, я ему говорю, подожди, 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 а в ноябре он уже вышел. И вот был такой случай, живем, я знаю парня такого. Да, у меня знакомого тоже была ерунда, его очень сильно интервьюировали, потом уже он строился в другую компанию, работал, он сейчас в Сан-Фотсэчет, проезжает, кстати, видел вывеску в вашей школе, приезжал мимо. Ну, она на улице. Да, 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 а он через три месяца после того, как он вышел, ему так, знаете, мы его все-таки берем, ну, так я уже тут работаю, ну, поскольку мы работаем в системе Квартале, давайте ему дадим чуть больше денег, мы его заберем, ну, забрали его, он перешел. Ну, дело такое, я просто к чему клоню, что у меня через пять минут еще одно интервью. Я понимаю. С неожиданным гостем, поэтому давайте мы с вами, значит, так, скажем всем. Так, рукой помашем правой, так, мы скажем пока-пока. Пока-пока.